Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Сегодня гость нашей студии – благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, священник Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! Как обычно, наша совместная с благочением программа выходит в прямом эфире. И это значит, что вы можете позвонить нам по телефону 495-508-86-84 и задать отцу Игорева, человеку с безусловно большим духовным опытом, свой вопрос. Быть может, вы и стеснялись что-то спросить у своего духовника, или у вас вообще пока еще нет духовного наставника. Тогда вам, что называется, сюда. Ну что ж, батюшка, начнем наш разговор. В наших встречах был небольшой технический перерыв, вызванный действительно техническими проблемами. Сейчас они устранены, и я действительно очень рад приветствовать вас в этой студии. И в январе я хотел начать наш разговор с вопроса о том, как же завершился 2017 год для благочения. Февраль уже, кажется, год уже набирает обороты, но тем не менее, и феврале я все-таки его задам, если можно, в двух словах. Чем вам запомнился 2017 год? Вы знаете, безусловно, было очень много событий, связанных с Одинцовским благочением в ушедшем уже году. Но, наверное, из тех событий, о которых мы с вами не успели поговорить, это, наверное, те чтения, которые проходили в Одинцовском районе. Чтения рождественские, они так называются. Они проходили во всех школах нашего района, и даже в дошкольных учреждениях. Очень было приятно, что это мероприятие имеет очень большой отклик в сердцах не только педагогов, но и родителей, и самих детей, конечно же. Опять же, эти мероприятия, которые проходили, посвященные празднику Рождества Христова, в этом году, не совсем, наверное, было обычно, но богослужение проходило на двух этажах одновременно Георгийского собора в городе Одинцово. Впервые такой опыт был? Впервые. Просто ввиду того, что очень верующих становится все больше, и, конечно же, для того, чтобы им было более комфортно находиться в храме, тем более на ночной божественной литургии, чтобы все смогли исповедоваться, причаститься, было принято решение одновременно проводить богослужения и в Иверском храме, и в Георгиевском храме. Они начались одновременно, практически одновременно закончились. Батюшка, я прошу прощения, у нас есть звонок телезрителя, давайте мы ответим и потом продолжим наше общение. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь и задавайте нашему гостю вопрос. Здравствуйте, я болеющая пехожанка собора, меня зовут Евгения. Хотела бы задать нашему благочиному отцу Игоря такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас начался Великий пост, в храме, конечно, больше всего пожилых людей. Вот несколько дней назад, может быть неделю, стал свидетелем того, что делают замечания прям совершенно пожилым людям и не совсем пожилым болящим. Что с тобой приносят расклады твои веточки, стульчики. Говорят, что это ваше такое распоряжение, что нельзя сидеть, это нехорошо. Ну вот сама сейчас болею, такие великопустные службы, долгие, длинные. Не каждому это под силу. Хотелось бы вас попросить о двух вещах. Первое, это возобновить покупку свечей на пожертвования, раньше такое у нас присутствовало, в храме сейчас нет. И разрешить нам, людям, которым не по силам сейчас стоять столько времени, все-таки использовать вот такие вот скамеечки. Спасибо. Спасибо за вопрос или это пожелание скорее, батюшка? Ну я, если позволить, я отвечу. Я, прежде всего, желаю, конечно же, вот нашей слушательнице Евгения, она представила все-таки скорейшего оздоровления. Хотел бы дать небольшой комментарий к этому пожеланию. Безусловно, мы, я не знаю, кто ссылается на то, что я или запретил, или не разрешаю это делать, да. Мы никогда не говорили о том, что люди не могут сидеть на богослужении. И в любом храме есть даже специальные скамеечки, где люди могут присесть на богослужении, если имеют какое-то недомогание, или это может быть дети и так далее. Мы немножко говорили о другом. Мы говорили о том, чтобы люди не пытались за киоты, за какие-то, в какие-то другие укромные уголки прятать то, что они приносят с собой. Потому что, к сожалению, после богослужения, вы знаете, подчас бывает, что храм похож на не совсем то место, в которое все-таки люди приходят молиться. Мы находим какие-то пакеты, мы находим те вещи, которые, в принципе, к храму иметь отношение не могут, да. И, конечно же, мы не можем, чтобы везде все это было разбросано. И чтобы, конечно, мы будем поддерживать храме чистоту и порядок, и те вещи, которые без присмотра находятся, мы просто вынуждены в целой безопасности их с храма выносить. Поэтому, если кто-то приносит с собой скамейку, листу, пожалуйста, вы можете это делать, никаких проблем в этом не существует. Нужно помнить, в какое место вы приходите, если вы все-таки имеете какое-то недомогание, пожалуйста, можете принести и унести, да. Или если вам не хватает мест на тех лавочках, которые находятся в храме. Мы сейчас специально для того, чтобы все люди могли иметь возможность отдохнуть после богослужения, или просто посидеть до богослужения специально, заказали еще несколько лавочек, которые будут установлены в храме, да. Но, опять же, повторюсь, что мы находим совершенно разные вещи какие-то в храме, которые не имеют к храму никакого отношения, и, в принципе, даже не понимаем, как они туда попадают. И поэтому, конечно же, вот с этим, наверное, связано, возможно, недопонимание. Недопонимание, скажем, все. А что касается свечей? Что касается свечей, вы знаете, у нас свечи, в принципе, у нас свечи есть такой вариант, как на пожертвование, пожалуйста. И, опять же, знаете, такой больной какой-то вопрос по поводу свечей и всего остального. Мы с вами должны четко понимать и осознавать, что никаких фиксированных цен ни в одном храме не существует, да. Просто та цифра, которую вы видите около того или иного предмета... Это ориентировочная сумма пожертвований, да. Ориентировочная сумма пожертвований, да. Сколько он имеет желаний или возможностей, да, и взять эту свечу. Поэтому не совсем даже корректно, мне кажется, говорить о том, что какие-то существуют цены. Но, может быть, просто у женщин, которые эти свечи предлагают, бывает иногда достаточно суровый вид. И, может быть, просто боятся люди обозначить то, что проблема есть. Потому что, действительно, матушка иногда смотрится достаточно строго. Вы знаете, есть такая проблема. Она есть проблема, к сожалению, в любом храме. О строгости взгляда работников свечной лавки. Да, я с вами согласен. Поверьте мне, мы с этим пытаемся бороться. Потому что, знаете, в какое-то время, опять же, да, человек, который приходит помогать в храм, он начинает немножко, знаете, так себя вести, как будто это его уже собственность. Как будто он ближе к Богу, чем те, кто приходит в этот храм помолиться. Безусловно. И даже какая-то бабушка, которая очень долго ходит в храм, да, и ухаживает за каким-то подсвечником, она уже считается подсвечником своим практически, да. И без ее согласия порой невозможно поставить, не свечу поставить, не снять свечу уже, догорающуюся, это подсвечника невозможно. Вот это, конечно, неправильно. Это, к сожалению, пагубно влияет на тех людей, которые приходят, может, первый раз в храм, да. Отпугивает кого-то, кого-то. Отпугивает, да. И может нанести травму, которая потом будет всю жизнь у ребенка, или просто у человека кровоточить, и он просто храм больше не придет. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте. Я думаю, что с первым вопросом все более-менее понятно. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Очень приятно. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим, Валентина. Мы вас очень хорошо слышим. У меня к вам вопрос тоже по поводу лавочек. Мне скоро 70, мужу скоро 80. И лавочки из Георгиевского храма забрали. Мы туда ходим с открытия храма. А сейчас поставили маленькие скамеечки. Вот я говорю, волнуюсь. Сейчас служба большая. Мне, в общем, трудно. И по поводу женщин, которые в лавке. Женщина в лавках, в лавке, очень хорошая. Они всегда свечи и дадут. И скажут все, что нужно. Вот про женщин из лавки говорить не надо плохого. Они очень хорошие. А вот по поводу лавочек. Помогите, пожалуйста, батюшка. Мы сидели всегда. А сейчас поставили какие-то эти коричневые скамеечки, если вы знаете. Их очень мало. И сидеть невозможно. Я говорю, мы уже с открытия храма ходим. Спасибо вам большое. Спасибо, Валентин. Но я, разрешите, в несколько слов скажу. Я ничего против не имел бабушек, женщин, которые находятся в этих лавочках. Я сказал, что кое-где иногда бывают достаточно суровые они. Про Георгиевский храм я не говорил ничего. Мы говорили об общей какой-то проблеме, которая может существовать, понимаете, в церковной жизни. Мы нисколько не говорили, что такие люди существуют в Георгиевском соборе. Что касается лавочек, вы знаете, мы ни одной лавочки не убирали. Может быть, это просто из-за того, что увеличивается количество прихожан, такое ощущение создается? Вы знаете, вот опять же, вот сегодня только что недавно закончилось богослужение. Я достаточно рано приехал в собор. У нас богослужение первые четыре дня начиналось в 18 часов. Опять же, по просьбе прихожан, которые работают в Москве, не успевали к пяти часам приехать на вечернее богослужение. Мы специально по их просьбе передвинули богослужение на час и сделали в 18 часов. Возможно, из-за этого храм еще больше наполнился, потому что люди смогли приехать, они или с электрички, или на машине смогли добраться до храма. Вы знаете, я увидел, что люди, они, во-первых, мало того, что они занимают место в храме, укладывая на пол храма или перчатки, или какие-то пакеты и так далее, но они еще занимают место и на лавочках, соответственно. Вот, лавочек мы не убирали из храма, мы лишь убрали, только действительно одну лавочку убрали, которая была сломана. На ее место поставили те лавочки, которые были в нижнем храме, для того, чтобы оставить такие же места для сидения, как они и были. Вот, но мы, вот, Валентина, мы услышали вашу просьбу, вот, если не хватает мест, мы постараемся все-таки поставить еще дополнительные лавочки. Но мы должны, опять же, понимать, что все-таки лавочки это для тех, кто не всегда может стоять, да. Вот, мы не можем поставить лавочек, как это в западном христианстве по всему храму. Я вот только хотел сказать, что, с одной стороны, кто-то из иерархов сказал, помню, не помню кто, что лучше сидя думать о Боге, чем стоит думать о больных ногах, понятно, да, но и в то же время превращать в католический, да, храм православный, да, где как театр, люди приходят в театр, сидят, театр, вот, буфет, вот, сцена, где выступают. Да, где идет некое действие, то это тоже не стоит, да, у нас другая традиция все-таки. Ну, вот, в Георгийском соборе практически по всему периметру внутреннему собору стоят лавочки, где можно посидеть. Исключением тех мест находятся киоты с иконами. И просто какие-то еще дополнительные места выделить для этого, просто нет физической возможности, просто как нам их поставить? Ну, сократится место для тех, кто стоит. Тем более сейчас, опять же, такое время, когда все-таки количество земных пылонов увеличено, да, и людям не совсем комфортно будет, если просто ставить все лавочками. Вот будет совсем скоро соборование, мы как бы тоже об этом думаем, как сделать так, чтобы людям, которые пришли, имеют какой-то недух, было бы еще более комфортно. И, конечно же, наверное, просто поднимем с нижнего уровня собора дополнительные лавочки, поставим их так, как они не могли бы стоять на богослужении. Вот, но вот на собору нет, мы наверняка уже сделаем, потому что людей, которые болеют и приходят на это таинство, очень много бывает. Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы начали с рождественских чтений, перешли к великим праздникам, 20-м январским. Вы сказали о том, что были определенные нововведения, в том же, в том числе, в богослужении в Георгиевском храме. Еще вот что-то хотелось бы вам отметить из-за того, что произошло. Мне хотелось бы, прежде всего, отметить то, что складываются очень хорошие отношения с администрацией Одинцовского муниципального района, особые теплые отношения с правлением образования. Все это мы стараемся поддерживать, потому что понимаем, что, по большому счету, мы делаем одно и то же дело. Пытаемся помочь в воспитании подрастающего поколения. Наш социальный отдел, сейчас очень тесно работая в социальном отделе администрации, пытаясь помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Есть какие-то совместные проекты в молодежных отделах и администрации благочиния. Поэтому, по большому счету, все те начинания, которые были в Одинцовском благочении, не продолжаются. Мы пытаемся тоже не отставать от времени и пытаемся придумать что-то новое в рамках, конечно же, церковного подхода к тому или иному вопросу. Но, тем не менее, все те начинания, которые были, не продолжаются и будут и дальше продолжаться. Ну, а что касается 2018 года, понятно, что такие события, как великие двенадцатые праздники, это само собой. Ну, а вот есть ли какие-то знаковые моменты, которых вы ждете в 2018 году, на которые бы хотелось обратить внимание, сконцентрироваться на них? Ну, знаете, мы, опять же, безусловно, церковная жизнь очень насыщена. И, конечно же, прежде всего для человека это и богослужение, и те праздники, которые церковь воспоминает на протяжении годичного круга богослужебного. Но, тем не менее, есть еще очень много событий, которые очень нравятся и прихожанам, и одинцовцам, это и пасхальный крестный ход, который будет в этом году, это и конкурс пасхальной света «Радость», который также пройдет, он вызывает не меньший отклик в сердцах и педагогов, и детей, чем родительская звезда, которая прошла совсем недавно. Это и мы планируем на Троицу сделать на Соборной площади тоже какой-то праздник для детей. Будем надеяться, что у нас это получится, потому что впервые это будет проходить. Конечно же, вы знаете, летом немножко церковная жизнь внутри любого храма замирает, потому что все-таки идет определенный отток людей из города, и хорошо, что наполняются в этот момент сельские храмы. Но тем не менее, церковная жизнь будет продолжаться, и также богослужения будут совершаться каждый день, и утром, и вечером, и какие-то другие начинания, которые сейчас планируются, они будут воплощаться в жизнь. Но я-то имел в виду такие эпохальные события, как, например, начало строительства воскресной школы при Георгиевском храме. Возможно, завершение строительства храма в Заречье, окончательное, что-то такое масштабное. Не хочется говорить о чем-то, то, что еще не закончено, но поделюсь с вами такой информацией, что все-таки скоро появится в городе Денцово своя православная школа. Она будет на базе Гребневского храма. Учредителями школы, скорее всего, будут выступать Георгиевский собор и Гребневский храм города Денцово. Гимназия или школа православная будет рассчитана на полный курс образовательный, и помимо общей образовательной дисциплины будет давать возможность человеку, пришедшему в эту школу, увидеть мир все-таки глазами верующего человека, прежде всего. И, конечно же, основная цель и задача – это воспитание разносторонней личности, которая сможет, придя в 7 лет в школу и выйдя через 11 лет, действительно смотреть на мир совершенно другими глазами. И это будет большая помощь, мне кажется, тем родителям, которые решили воспитывать ребенка в духе православной веры. Конечно же, мы надеемся, что в скором времени закончится строительство храма в поселке Заречья. Так сложилось, что поселок этот достаточно, скажем так, густо населен. Есть там люди, которые могли бы помочь, наверное, в строительстве храма. Но так получается, что настоятель этого храма практически… Бьется в одиночку. Да, безусловно, очень хорошо, что там есть такой приходской костяк, который помогает ему. Но, действительно, основные затраты лежат только на приходе. Конечно, есть какие-то спонсоры, которые в какой-то мере помогают этому храму. Но мы с каждым годом видим, что храм все выше и выше становится над поселком. Вот в этом году уже установлены кресты и на колокольне, и сделано много других строительных работ. Надеемся, что в скором времени, конечно, храм будет закончен своей строительной работой. И он приобретет такое благолепие, которое будет радовать глаз всех жителей этого поселка. Ну что ж, теперь вот к тем событиям, которые сейчас происходят в этом году, ранее Пасха. И, соответственно, Великий пост уже начался несколько дней. Как вообще строго нужно его соблюдать мирянам? Этот вопрос все равно каждый год перед человеком встает. Например, человек ведет образ жизни, скажем так, обычного человека. И что лучше, например, упираться первую и последнюю неделю поста, либо выдерживать весь пост в некий средний, но такой сдержанный режим? Как на это смотрит церковь? Вы знаете, конечно же, безусловно, церковь призывает к тому, чтобы мы соблюдали не только пост внешний, но и прежде всего это пост духовный, внутренний. И большому счету соблюдение внешнего поста, такое как ограничение себя в пище животного происхождения или ограничение себя в каких-то развлечениях, это, конечно же, внешнее проявление поста, которое может способствовать некому внутреннему росту. И, конечно же, в этих ограничениях нужно подходить с разумом. Если человек работает на тяжелой работе, если он не имеет возможности поститься в силу того, что он военнослужащий, работает неправоохранительных органов, но это очень сильно бывает трудно сделать, то, конечно же, надо подходить к этому разумно, и, возможно, человек просто не имеет возможности поститься в силу медицинских показаний. Конечно же, тогда, наверное, можно сделать так, чтобы этот внешний фактор немножко изменить. Если он не имеет возможности поститься, то, безусловно, он имеет возможность сделать доброе дело какое-то, да, он имеет возможность кому-то помочь. И это и будет то, что является для него внешним фактором по воплощению жизни этого благословения церкви на пост. Опять же, очень частый вопрос, как поститься детям. Они маленькие, это растущий организм, им, безусловно, нужна белковая пища и так далее. Все это так, и все это верно. Но мы ребенка же можем, предположим, ему объяснить, прежде всего, что он сам себя может ограничить просмотры мультфильмов. В поедании конфет. В поедании конфет, безусловно. В игру во всевозможные гаджеты, да, что будет не только, наверное, полезно ему с точки зрения духовной, но и просто для внутреннего какого-то мира его будет это намного лучше. Вот эти ограничения мы можем, в принципе, вот сами для себя определить и сами их на себя наложить. Вот. Те, кто может поститься в соответствии с тем уставом, который предлагает церковь, это очень хорошо. Но, опять же, те, кто не может этого делать, пусть он не отчаивается и найдет ту меру поста, которую он способен соблюдать сам. Потому что, действительно, как вы сказали, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. И в этой ситуации, действительно, лучше исполнить то небольшое, чем замахнуться на большое и в итоге не сделать ничего. Ну и, конечно же, внутреннее состояние человека очень важно. Мы, в любом случае, должны себе найти какие-то вот эти корни каких-то своих недоброжелательных поступков по отношению, прежде всего, к другим людям, по отношению к Богу. И попытаться хоть что-то в себе изменить в лучшую сторону. Если мы хоть немного, да, сделаем шаг вперед, будем считать, что мы уже просто это прожили не зря. А все остальное, безусловно, приложится. И все остальное является лишь для нас некой помощью в изменении своего внутреннего мира. Мы, к сожалению, очень часто забываем о том, что нам необходимо внутри меняться. Мы смотрим на этикетки продуктов, нет ли там чего-то непостного. А в итоге, в этот момент, начинаем ругаться на своих ближних. Начинаем не сдержанно себя вести по отношению к людям. Вот, наверное, об этом тоже надо задуматься, что, конечно же, прежде всего, это необходимо за время поста суметь в себе изменить что-то, что нам мешает жить, или мешает жить нашим ближним. Ну, и посту предшествовала масленичная неделя, обжорная, блинная неделя. Она вообще причудливо достаточно сочетает в себе элементы как христианской традиции, так и язычества до сих пор. Хотя уже тысячелетие прошло. Вообще, как относится к этому церковь? Насколько, ну, лояльно, или, может быть, наоборот, так неодобрительно смотрит? Потому что, ну, действительно, то, что происходило на Захаровской поляне, я думаю, сейчас вам покажут эти кадры, чтобы параллельно с вашим рассказом люди могли еще раз о них вспомнить. Это действительно было красиво, весело. А вот как к этому веселью относится церковь? Вы знаете, церковь вообще к радости относится очень хорошо. И мы совсем скоро сможем с вами испытать главную радость всего церковного года – это праздник Святой Пасхи. И, конечно же, все вот эти мероприятия, которые предшествуют Великому посту, которые называются Масличной неделей, это, по большому счету, вы знаете, такие русские традиции, да, которые совпадают с тем временем, когда церковь нам предписывает вкушать продукты животного происхождения, такие как молоко, сыр, сметану, буквально в последние дни, потому что вскоре начинается Великий пост. И так получается, что все это совмещается и приносит, конечно же, людям большую радость. Ничего в этом плохого нет. Ну, конечно же, вы знаете, стоит помнить о некой умеренности. Просто если мы очень сильно наедимся в эти дни, потом просто тяжело будет настроиться на уже тот пост, который совсем скоро и который сейчас уже начался. Поэтому, безусловно, какая-то умеренность быть должна всегда и во всем. Она должна быть и в празднике, эта умеренность, и должна быть, наверное, в том числе и в постных днях. Если мы выберем золотую середину, то, думаю, это будет полезно и для нашего организма, и для нашего внутреннего духовного состояния. Поэтому ничего плохого, конечно же, в этом нет. Но, опять же, если это не входит в какие-то крайности. Но вообще вот такого явного, скажем, противоречия языческих и православных традиций, подхода, вот в этом празднике нет, потому что, ну, все равно это считается народный праздник, да, он не проходит там, никакие богослужения во времени не проводятся, да? Нет. То есть он является чисто мирским, да, вот по понятиям церкви, праздником. Это, вы знаете, да, это такой праздник чисто в большей степени мирской, конечно же, никаких особых там богослужений, вот, и Захарова не было. Безусловно, была божественная литургия, которая была, совершалась утром, а после вот этого богослужения все пошли вот на гуляния, кто-то пошел с детьми. И, вы знаете, опять же, это очень хорошие, хорошие дни для того, чтобы всей семьей пойти хоть вырваться. Побыть с близкими. Да, конечно, это очень приятно и хорошо, что люди смогли вырваться от Захарова, в частности, побывать там, поесть блинов, увидеть, как их, если блины, изготавливают. Это очень интересно и действительно приносит очень много радости, приживающего детям. Они хотя бы своих родителей хоть на этот час, на два дома увидели, они побывались. Не озабочены, не в делах каких-то. Для них это будет эмоции, потом еще на месяц, на два точно. Как раз до праздника Пасхи эмоций хватит. Ну и хотелось бы в несколько слов, чтобы вы сказали о Сретении Господнем. Оно было неделю назад. Я думаю, что слово это, конечно, на слуху Сретение, да, но далеко не все философию, смысл этого события, этого дня понимают. Ну, безусловно, что праздник этот Сретение, он переводится как встреча, да, это встреча, можно сказать, Ветхого Завета с Новым Заветом, да. Ну, в народном календаре это встреча зимы, с весной, да, можно много об этом, конечно же, говорить. Но вот в церковном календаре мы с вами этот праздник всегда празднуем в одно и то же время. Это 15 февраля, праздник Дундесятый Непереходящий. Идет воспоминание событий о том, как праведный Семен, который являлся одним из переводчиков Священного Писания, решил исправить в переведенном тексте, решил исправить слово Дева на молодая женщина. И в это время его руку остановил ангел и сказал, что он не умрет до тех пор, пока сам не увидит родившегося Спасителя. Жил он очень долго, и вот уже будучи почтенным старцем, он пришел в храм, и действительно, святая Богородица принесла в храм Рожденного Спасителя, и он смог увидеть исполнение того пророчества, которое было ему дано. И он свершил ту молитву, которую мы с вами помним. «Ныне отпущаешь, арабатывая Богородыка». Действительно, человек, который жил так долго, он, наверное, уже действительно устал от этого ожидания, для него действительно было таким облегчением. Он был рад за то, что исполнилось пророчество, он был рад за то, что он может теперь с спокойным сердцем перейти эту вот линию жизни. И, конечно же, для нас с вами это очень важно. Почему? Потому что именно в храме встретился ветхозаветный человек, праведный Симеон, и встретился новый завет, который и в своем учении раскрывает нам Господь наш Иисус Христос. Праздник такой, знаете, молодежный, и в этот день даже еще проходит празднование Дня православной молодежи в Московской области, и праздник проходил в Одинцовском районе. Накануне была встреча в волейбольном центре, когда мы попытались собрать все молодежь с Одинцовского района. Это около тысячи человек было. Была интересная встреча. Мы пригласили отца Илюшу Гаева, достаточно известный миссионер. И после его небольшой лекции, она была не в виде даже монолога, а в виде диалога с залом, стоялся небольшой концерт хоров Одинцовского благочиния, хора Георгиевского собора и хора Игребницкого храма. По откликам людям очень понравилось, очень было интересно. И было интересно услышать и мудрого наставника, и было интересно послушать те песнопения, которые исполнили два хора. На мой взгляд, встреча удалась, и все об этом так и говорили, что было очень интересно. Ну, как раз ваш ответ стал прологом к следующему вопросу. Вы сказали о хорах, хор Гребневского храма в том числе прозвучал. Вообще, в феврале мы стали свидетелями того, что вручалась первая молодежная премия Императорского православного палестинского общества за верность призванию. Ну, и один из лауреатов стал как раз наш земляк. Я предлагаю посмотреть сюжет, как это было, а потом вы расскажете о важности получения этой премии Одинцовским благочинием. На вручении первой международной молодежной премии за верность призванию присутствовали глава Одинцовского района Андрей Иванов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, член Совета Федерации Сергей Рябухин, председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, проправнук императора Александра Третьего Павел Куликовский. Такое пристальное внимание вип-персон к новой молодежной премии не случайно. Когда я возглавил МППО, там были люди, и остаются, конечно, видные, замечательные, ученые, ну, взрослые, я, правда, сам уже достаточно взрослый человек. И как-то мне сказали мои сотоварищи, что вообще у нас не принята молодежь, она еще не созрела, еще рано. На что я сказал, сколько было Сергею Александровичу, великому князю, когда он возглавил общество. Тут наступила пауза. Ему было всего на всего 25 лет. Правда, он в это время был уже градоначальником, и командующим московским военным округом. Таким образом родилась наша молодежная секция. И вот это вот замечательное первое событие, которое мы здесь проводим. Я хотел бы тоже благодарить, конечно, руководство Одинцовского района, которое приложило огромные усилия для того, чтобы мы собрались здесь. Среди первых лауреатов молодежной премии ИПО, авторы проектов, связанных с созданием добровольческих объединений, информированием зарубежной общественности о происходящих в России процессах, спасением разрушающихся святынь, гуманитарными миссиями. Одним из победителей стал и наш земляк Алексей Кубышкин с проектом «Духовно-нравственное и музыкальное воспитание молодежи» на приходе Гребневского храма города Одинцова. Я очень рад вручить эту премию Алексею Кубышкину, который много лет преданно трудится на ниве церковной музыки, отдавая всего себя этому очень важному служению. Спасибо ему за его труд. Это очень важно – дарить людям радость и красоту церковного пения. Спасибо, Алексей. Спасибо, мой любимый молодежный хор. Это большая честь быть причастным к обществу, с которым было связано имя Елизаветы Фёдоровны. Жизненный путь, который лично для меня является примером служения своему Отечеству. В заключении церемонии Сергей Степашин объявил, что по инициативе ИПО наступивший 2018 год призван стать годом святой великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Итак, батюшка, не так много было лауреатов. Один из них – Алексей Кубышкин, человек непосредственно отношения имеющий к Одинцовскому благочиню. Насколько это важно, насколько это серьёзное признание заслуг? Вы знаете, на самом деле, там помимо Алексея был ещё один лауреат, или номинант, наверное, номинант, да? Это номинировался молодой человек из Георгиевского собора, и он тоже получил свою награду как номинант именно. А Алексей получил награду именно как победитель, можно сказать. Очень важно, что, конечно же, наша молодёжь старается сделать что-то, что привлекает других людей, понимаете? Потому что вот второй молодой человек, да, он сделал такой православный киноклуб-проект, который в Георгиевском соборе действует, и в котором очень много собирает людей. Что касается Алексея, то, конечно же, прежде всего, пользуясь случаем, хочу его поздравить. Он молод действительно очень. Да, и вокруг него собрались те люди, которые не просто пытаются раскрыть традиции церковного пения, но и очень хорошо исполняют практически любые песнопения, причём даже современные. И, конечно же, это радует не только слух, но и радует и взор, потому что мы понимаем, что церковь – это в том числе и сообщество молодых людей. И, конечно же, вот эти победы, которые есть, они показывают, что церковь тоже обновляется с точки зрения своего человеческого состава, да. И, конечно же, это очень важно, и мы будем надеяться, что такие премии будут знаковыми, и будут продолжаться, и то дело, которое они делают, оно будет развиваться. Поэтому поздравляем и будем надеяться, что и дальше так же будет всё хорошо и благополучно. Ну что ж, наше время подходит к концу, и хотелось бы, чтобы в окончании нашей передачи прозвучало, может быть, ещё в нескольких словах краткое напутствие зрителей наших перед, ну, в самом начале Великого Поста, ну и завтра у нас замечательный праздник, это День защитника Отечества тоже, если можно, несколько слов поздравления. Ну, прежде всего, действительно, хочется поздравить всех с началом Великого Поста, который продлится вплоть до праздника Пасхи. Конечно же, хочется всем пожелать, чтобы это время стало для нас временем особенным, чтобы мы хотя бы немного оглянулись вокруг себя, чтобы мы заглянули внутрь себя, чтобы мы поняли, что нам мешает быть людьми, которые способны воплощать то главное чувство, которое нам дал Господь, это любовь. Что нам мешает быть радостными, что нам мешает дарить радость другим людям. К сожалению, внутри нас этого очень всего много. И пусть этот период для нас с вами станет периодом некого очищения, периодом новых духовных возможностей. Конечно же, периодом, когда мы сможем реализовать, реализовать, в том числе, свою любовь по отношению к своим ближним. Пусть мы немного станем лучше. Давайте не будем ставить каких-то глобальных целей, что мы вот сейчас за этот пост изменим себя полностью. Это сделать, к сожалению, невозможно. Тем более, это невозможно сделать только силами человека. Это все-таки процесс, где должен человек обращаться к Богу. Но если мы хоть немного станем лучше, если мы когда-то, проходя мимо, кто нуждается в нашей помощи, остановимся и в этот период сможем ему помочь, и это войдет в нас в привычку, и будет для нас в потребности сердца, то, конечно же, опять же, мы просто это прожили не зря. И поверьте мне, те, кому это сделать удастся, с особым чувством, с особым трепетом, с особой радостью будут встречать праздник Воскресения Христова. И, конечно же, для них это будет праздник, который не забудут уже никогда, если они что-то в себе, внутри себя смогут изменить. Ну и, конечно же, праздник 23 севраля, праздник защитника Отечества. Поздравляю всех тех, кто служил в армии, тех, кто продолжает свое служение, тех, кому предстоит это, потому что мы действительно, каждый из нас является защитником рубежей нашего Отечества. Кто-то защищает рубежи видимые, да, вот... На буквальном смысле этого слова. ...священнослужители, да, защищают рубежи невидимые нашего Отечества. Поэтому каждый готов, должен быть готов стать защитником Отечества. Каждый должен быть готов защитить свою семью, защитить своих близких, защитить свою Родину. И, вы знаете, наверное, сейчас даже можно говорить о том, что не всегда это какие-то внешние нападки, да. Это, к сожалению, бывает так, что проникает через средства массовой информации, через какие-то электронные сети и так далее. То есть мы должны очень четко понимать, что мужчина является защитником своего малого Отечества в виде своей семьи, да, и должен быть готов стать защитником Отечества уже в масштабах, может быть, всей страны, если это понадобится. Поэтому всех поздравляю с праздником. И пусть Господь дарует всем нам здоровье, дарует нам терпение. И пусть Господь нам дарует ту радость, которую мы сможем реализовать. Вот, наверное, это главное пожелание, которое хочется сегодня для всех людей, чтобы реализовалось. Ну, хотелось бы сказать, что, конечно, священнослужители не только внутренние рубежи и устои охраняют, но огромное количество примеров, когда они защищали самые что ни на есть внешние рубежи и воевались, бились с врагом напрямую. Ну что ж, спасибо огромное, батюшка, за то, что стали сегодня гостем нашей студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях, в передаче об этом стоит узнать, был благочинный церкви Одинцовского округа Московской епархии священник Игорь Нагайцев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok